Доброе утро, дорогие друзья! Чун Цин Мейджор Квалификации стартует буквально через пару минут. И для вас комментирует вторую линейку матчей сегодня Баффик и Мейл Шторм. Да, будем весь день тут отдыхать, смотреть дотку. Ну, кто отдыхать, кто работать, тут в общем-то как повезет. Надеюсь, матчи будут зрелищными. У нас так получилось, что на старте почти везде во всех регионах играет команда, приглашенная против команды с квалификацией, что логично. И, скорее всего, матчи должны быть фаворитов против андердогов почти везде. Это вот наш матч, например, сейчас, который нас ожидает на второй линейке. Тут, кажется, есть явный фаворит и явный андердог. Но сейчас такой патч, такая веселая дота, что может быть все что угодно. Я думаю, что 25 минут в любом матче нам практически гарантировано. Есть исключения. Вчера мы у Пангольер показывали, что можно переиграть противника через Течиса и играть долго. 24 минут. Ну, нет, ну можно с Течисом играть долго. Ну, согласись, сейчас 40 минут — это уже долгая катка. Это много, да. Это уже много. Но раньше это среднее было. Играют люди с Течисом, играют люди с Тинкером. Надо, в общем, себя как-то, наверное, обезопасить, попробовать Зевс, в конце концов. Он стал чуть слабее, но по факту герой-то в защите такой же сильный. Раньше-то мы что помним? Зевс был, сидели на ХГ и защищали сколько угодно. Был Тинкер, сидели, защищались. Был Течис. Ну, Течис, ладно, Течиса не было. В общем, герои, которые могут защищаться, которые сильные, они, в принципе, сейчас актуальны. Просто начали драфтить команды, что у одних сильный пик такой на мидгейм и на пуш, и у других. И кто лучше отстоял, кто лучше отыграл, тот, в общем-то, и запушил. Так обычно происходит в этом патче. На деле, конечно, все намного веселее и открывается личом. Вот это для меня вообще загадка. Я не знаю, почему Лич настолько популярен стал. Он как бы неплох. Я не скажу, что этот герой плохой. Но он другой абсолютно, по сравнению с предыдущей своей версией, где он подъедал крипово, контролил линию. Я не вижу, чтобы он был прям настолько имбой, чтобы брать его в первой фазе. Вчера мы летели из Москвы сюда, в Киев, и я целый день слушал о том, что Лич плох. И тут я опять. Вообще, зачем его пикают? Да, там, ну, Ярославу, видимо, ножом по сердцу этот фиг с Лича. Причем обычно мы с Ярославом расходимся во мнениях. Очень часто так бывает. Так с ландроидом было в патче 7.0.0, что мы спорили, кто хорош, кто плох и так далее. Ну, а сейчас на деле мы видим, что по Личу у нас мнения сошлись. Гримстрок, опять же, был открыт, но его не стали забирать в первой фазе ТНС сразу на первый пик. 496-е. Гейминг. Да, это команда, на самом деле, для меня полностью загадка, потому что я вообще про нее толком ничего, ну, и как все мы ничего не знаем. Я видел, что они там отбирались где-то на открытые квалификации к первому мейджеру, они заняли третье-четвертое место. А тут они с первой же квалы квалифицировались, в отличие от тех же ВГ Юнити или Минески, которые со второй отобрались. Тут они с первой взялись за дело и сразу попали на основную квалификацию. Поднабрали. Да, причем, вот даже смешно, но так часто случается из опен-квалификации, что есть команды или миксы, у которых даже нет странички в Ликвипедии. Так вот, среди всех этих ребят только у капитана есть страничка на Ликвипедии, это 458-й. Известен он тем, что играл на МИПО, очень активно в пабах, он прям супер-МИПО-плеер. И при этом это первый игрок из Вьетнама, который поднял отметку 8000 ММР. Это первый в истории игрок Вьетнама. Вот так вот, который так добрался высоко по ММРу. Ну и, естественно, он капитанит, он идет команду вперед, собрал себе такой вот составчик. Такой вьетнамский скрин. Может быть, может быть и так. Надеюсь, что посильнее будет, потому что, чтобы обыграть ТНС, скрина может не хватить скилла. Да, ТНС, конечно, ну я считаю лично, что ТНС это главный фаворит, хотя я вот слышал, что вы там обсуждали фнатики сильные. У нас две команды, поэтому можно и одного, и другого фаворита называть, в принципе. Да, но мне кажется, что ТНС вот прям с первого места выйдут. И в юго-восточно-азиатском регионе для меня эта команда на данный момент сильнейшая. Но новый патч, конечно, определенные коррективы внесет. Пока, вот я смотрю, мне было интересно посмотреть на юго-восточную Азию после СНГ, после Европы. Никакой разницы я не вижу. Кентавр, Гримстроу, Клич, Магнус. Мне нравится новый лич, кстати говоря. Он такой, знаешь, вот раньше как-то не чувствовался вообще, а что он делает? Ты ешь крипов, да, ты вроде бы на линии даешь преимущество, но этот может подраться с нулевой. Вот, именно фрост щит, он очень мразотный такой, вот настоящий мразотный скилл. Потому что против него драться не очень хочется. Магия работает хорошо, физика работает хуже. Причем ты не только блокируешь физику со старта на неплохом показателе, ты еще и наносишь урон в ответ, что неплохо. Вот эти драки за руны стартовые, драки на линиях. Поэтому он действительно стал таким неудобным героем на линии. Но по игре он остался личом. Кстати говоря, не вижу пока героев, которых прям как-то сильно изменили в последнем патче. Я напомню, что вчера буквально уже ночью вышел патч. Я думаю, что на нем будут квалификации играться и доигрываться. Кстати, Кентаврова я не так часто видел. Сейчас Кентавр появляется. Я на стартовом патче тот же H-Cup смотрел, не видел там Кентавра особо. Его еще немножечко подняли в 7.20C. Мне кажется, он и так был неплохо. Тут еще ему добавили силушки богатырской. Этот парень сейчас имеется шансы вновь ворваться. У него интересная обилка теперь Retaliate. Вот они как-то так сделали, что Брюмастера, что Кентавра, чтобы они могли немного контролировать свой рандом. И чтобы они могли вносить урон с руки. Мне кажется, вот такой был план. 13 стаков у тебя на Retaliate, стакается от героев и от вышек. И при активации ты получаешь со второго уровня уже двойной урон на своем герое. Да, но на самом деле этого ты не видел, видимо, в Китае, потому что в СНГ этого Кентавра забирали. У меня просто такой график был, я Китай больше смотрел. Интересно то, что именно его переработали, что он теперь больше дэмэдж-дилер, причем дэмэдж-дилер с руки. Интересно будет какие-то посмотреть, знаешь, артефакты типа Солора на этом Кентавре. Но, как правило, он просто подрубает Retaliate и начинает разминать вышки, разминать героев. Там все время смотришь, у него очень много урона. Против него и так на линии динаить было сложно. Тут вообще вдвойне сложнее стало. Void появляется. Вот это очень интересно. Void, которому, по-моему, в последнем микропатче его подрезали чуть-чуть. Сделает чуть-чуть, да. Сделает чуть меньше урона с пассивы. Ну, как с пассивы? Да, с пассивы. Ну, сама вот механика интересная у него, вот этого баша, то есть как получается? Я подозреваю, что это псевдорандом баш его. Дело в том, что он псевдорандом на основном скилле, но когда ты выдаешь постоянно удар, например, срабатывание каждого удара последующего, по идее, я не тестил, но по идее это отдельный каждый шанс. Это точно, но это точно, потому что иначе бы не появлялись на... Иначе не было по 4 удара вот так сразу. 4? Я видел 7 на Reddit или около того. Было, но в реальной игре я видел 4 максимума, где я участвовал просто. Ну, это, на мой взгляд, это немножко неправильно, потому что, представь, чисто теоретически такая возможность, что просто вот Void берет и выдает 10 ударов в решающий момент. Она есть, и этого, конечно, быть не должно. Да, это ему подрезали урон, по-моему, на 20 даже, на целых единиц на последнем уровне, если мне память не изменяет. Я сейчас быстренько проверю, дабы не обманывать зрителей. Но, по-моему, там как раз на 20 урона ему и подрезали. В Void-у-то. Пейслос Void, где он, мой друг? Вот он, таймлок на 20, да, видишь, 60 до 40 урезали. Но она больше такая штука, которая сейчас работает от его... Ну, то есть, чем сильнее Void, тем сильнее эта штука. Всякие орб-эффекты работают, и поэтому сам вот этот урон, он уже не так сильно влияет. В Интервью Верну забирают TNC. Кстати, Void, мне кажется, украли, если что. 496 гейминг, они украли. Тут и под Магнуса, и под Лича Void смотрелся великолепно. Шикарно просто. Магнус усиливает Void, ультимейт Лича в хроносферу. Мне кажется, они даже подворовали немножечко. Я не видел ни одной Виверны пока в этом патче от профессиональных команд. Да и вообще я не видел ни одной Виверны. Нужно больше магии сейчас подбирать. Тут и Виверна тебя спасает от физ. урона, и Лич спасает от физ. урона во многом. Надо подбирать магический урон в хроносферу, надо подбирать героев, которые будут сильны в мидгейме благодаря своим скиллам. Возможно, надо думать о Тинкере, да, о Лине. Вот такие персонажи, которые будут носить урон магией. Лина причем очень хороша в этом патче, как мне кажется. Вот эта агрессивная дота, доминация на линии. К слову, Рубик еще есть в пуле против Магнуса. Герой неплохой. Тут есть что красть и у Лича, и у Магнуса. Но берут Скаймаг. Тоже, кстати, урон магический. Причем он довольно быстро будет набираться. Он активен будет Скаймаг уже где-то минуты с пятнадцатой. Под хроносферу замечательно работает его ультимейт. Хороший герой. Интересный выбор. Плюс, если у тебя хорошая реакция, если есть контроль, например, перед дракой, есть вижн какой-то, то ты можешь Магнуса просто останавливать от РП, давая ему сайленс. Своевременно. Да, ну драфты, конечно, начинают немного отличаться от того, к чему мы привыкли. Плюс, если я не ошибаюсь, тронули только ведь Брейсер и Врейсбенд. А нульталисман как раз не трогали. Ну, только рецепт подорожал. Да, только рецепт на десять золота. Так что, в принципе, в принципе, ну, Брейсера тоже только рецепт. Только Врейсбенд понерфили атак спид. Он слишком сильный был изначально. Это было, напрашивалось, что его будут нерфить. Манки Кинг от ТНС. Ну, вот как раз герой, который будет усилен Магнусом, который тоже будет в контратаке хорош. Который постоит против Кентавра. Умирает он, конечно, от Скаймага просто в мгновение ока герой. Да, Скаймаг плюс Гримстроук. Это очень неприятные герои. И вот знаешь, всего 496 гейминга есть. У них есть инициатор Кентавр, который будет врываться первым, скорее всего. У них есть воид для такого второго врыва, для поддержки первой атаки. И есть тыл сильный. Скаймаг и Гримстроук, которые будут стоять позади и раздавать. Банят Темпларку. Ну, я чувствую, что какая-то Лина уже просто напрашивается. Для кого? Для 496-х. А я вот не думаю. Мне кажется, Скаймаг будет в центре все-таки. Ты думаешь, что это Медовый Скаймаг? Я бы к этому склонялся, на самом деле. Окей. Что тогда им? Суппорта добирать себе? Ну, либо сделать Гримстроука пятеркой, что мне, конечно, не очень нравится. И Кентавра четверкой. Такой вариант тоже имеется. Тогда добрать еще одного героя. Но вообще Гримстроук пятерка не так плохо звучит, как кажется на первый взгляд. Просто привыкли все, что в пабах там у четверки катаж. Да нет, нормально звучит он. Вполне, как мне кажется. Ну, просто в пабах, знаешь, вот эта привычка уже у всех. Гримстроук четверка, 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 потому что у тебя вроде как есть нюк, которым ты можешь фармить неплохо. Тинкера, кстати, банят. Видишь, они тоже ждут героя в центр, как и ты. Но не банили Лину. И сами забирают Лину при этом. Ну, я не знаю. Тут просто Тинси, красавцы. Они взяли, забанили Тинкера, забрали эту Лину. Притом Темпларку подбанили сами 496-е. И что-то нужно придумать в мид против Лины. Я бы все равно ставил бы Скаймага, может быть, в мид. Я, честно говоря, даже не знаю, что в нынешнем патче можно придумать против Лины. Потому что я вот сколько не смотрел, Лина выигрывает почти любую линию. Ну, так было и в прошлом патче, будем откровенны. Да, да. Только в этом патче это все приводит к более печальным последствиям. Мне, кстати, еще и брони добавили в этом патче, в С-патче. Единичка. Это сигнатурно вот это. Я не знаю. По-моему, какие-то Роуфлайз с Рогу. Он такой смотрит так. Ну, ладно, что-то надо сделать, но... Инвокер. Да, все-таки, видишь, взяли такого героя в центр, прокастера. Получается, Скаймаг все-таки четверкой будет. Да? По логике вещей. Воид Керрикин, Тавер Оффлейнер. Телефонный номер вместо никнейма. Это, конечно, Next Level. Не знаю, почему они так любят. Я знаю, что в Китае вот эти вот... Знаешь, какой у него раньше был никнейм этого парня? Какой? Доктор Дюрекс. Доктор Дюрекс? Слушай, я, наверное, так и буду его называть, на самом деле. Причем там даже три никнейма есть у него, числится в его истории паберской. Лжец, Делайер, Доктор Дюрекс и Дифферент Хевен. Нет, Доктор Дюрекс более приятно звучит. Ну, это прям внушительно, да? Доктор Дюрекс. Он как-то легко запоминается. Это яркий никнейм. Это как мистер Пропер, только Доктор Дюрекс. Ну, практически, да, практически. Да. Давай расскажем немного о системе проведения. У нас две группы. Команды поделены по двум группам, по четыре команды. Две команды из каждой из групп выходят, соответственно, в плей-офф, где сыграют в формате Double Elimination. А формат групп GSL, то есть тоже по факту Double Elimination. Команда, которая тут проигрывает, турнир еще не покидает, она падает в нижнюю сетку в своей группе. Вот такая система, поэтому... И все, кстати, в формате Best of 3, чтобы команды не ныли потом, что Best of 1. Это правильный подход абсолютно. Очень любят Best of 1 команды. И все это главный бич, наверное, сейчас коллективов. Все от этого хотят уйти. Хорошо, что теперь я знаю систему проведения. Я уверен, что ты знал, Владимир. Ты просто такой вот. Да, да, конечно, я знал. Я все знал. Именно так. Ну что ж, начинается у нас увлекательнейшее противостояние. 496 вьетнамских работяг против TNC. Да, вот TNC, конечно, ребята тоже очень опасные, но тут главное не недооценивать соперника. Есть коллективы по типу Лоток, вот те же 496. Такие ребята, которые могут наказать тебя за беспечность. Все-таки на кнопки нажимать сейчас очень много людей умеет в мире. Особенно в Юго-Восточной Азии задротов полно, которые вот именно в пабах невероятное количество времени проводят. Вопрос только в том, что командные действия обычно приседают. Но сейчас такой патч, если на линиях доминируешь, если ты немножечко понимаешь, как работает мидгейм, то в принципе можно даже сильные коллективы переигрывать. Мы видели вчера противостояние Na'Vi на пангольер, где реально все строилось на старте игры. И в мидгейме единицы игр были с шансом на камбэк. Но я 26 минут 37 секунд даю команде 496. Просто чисто из-за имени ТНС я считаю, что у них тут явное преимущество. А так как мета у нас быстрая, все закончится быстро. Ну и здесь такой пик, которым можно поддавить ТВРА неплохо. Есть чем в общем закончить. Кстати, триплу, видимо, поставят наверх, ТНС. Ну либо кто-то улетит из саппортов. Это популярное нынче решение, ставить трипл линию. Во всяком случае, на первое время. Так, у нас тут Фрост Шилд против Ингс Вэлла. В итоге баунти руны забирают 496, две штуки. Ну и две штуки достанутся ТНС. Все-таки они выиграли противостояние сверху. Да, Тимс прокликал. Это было важно, потому что снизу они даже не боролись. Улетает, смотри, Тимс. Улетает все-таки на нижней линии. Часто на варде заметят. Вард такой, кстати, не самый обычный стоит. Не блокирующий отвод, а скорее вот ты видишь, когда отвод будут делать. И что-то с этим можешь предпринять. Но, не знаю, не всегда такой вард я наблюдаю на старте игры. Часто это ставят под пуштер один вышки внизу. Причем, смотри, как получилось забавно еще на нижней линии. Продблочили крипов Радиент. Дайр не блокировали. В итоге крипы прямо под вышкой стоят. И это позволит Кентавру сейчас линию к себе подтянуть. Да, но здесь видишь, как здесь Магнус против Кентавра. То есть здесь не Манки Кинг. Манки Кинг у нас на топе. Скаймак в центр вышел. Обрати внимание. Да, и очень неприятно Армелу. Убить не убьет, но размял жестко. Причем нет салвы. Салву эту придется нести. И, по-моему, она уже... А, нет, она не подъезжает. Курьер везет рецепт. Так без салвы тут беда будет? Это фубе? Вау. Доктор Дюрекс забирает First Blood. Папский, просто папский Санстрайк был. После заброшенного голубя очередного. Это третий уже Аркейн Болт был в исполнении Скаймага. Санстрайк залетел очень грамотно. И вот это минус, когда ты играешь без салвы, когда ты подносишь себе рецепт. Нагло действовал жадно Армел где-то даже. Ну да. Ну, как ты знаешь, как ты говорил, недооценка. Все дела там, не проснулись. Но формат-то здесь такой. Как ты сказал, не все команды выходят из группы. Поэтому можно и не проснуться. Да, не самый безопасный формат. Надо все-таки играть на максимум в каждой игре. Не расслабляться. Ну, странно все-таки, что не блокировали этот отвод. И в итоге сейчас спокойно Teams отводит внизу. Удивлен. Слегка удивлен этим моментом. Часто все-таки сейчас блокируют. Так более правильно. Магнус, посмотрите, Кентавр размял неплохо. Да, Кентавр теперь более хлипкий. В принципе, на всех стадиях игры практически. Он теперь больнее бьет, но в плане стойкости его подрезают. Верхняя линия, посмотри, там тоже веселуха. Скаймак, похоже, не уйдет. Отлично работает Frost Shield, но, правда, пострадал МК. И добивает его. Размен, получается, в пользу вьетнамцев. Они вдвоем... А может, еще башек прокнет? А-а-а-а? Нет, не прокнет. 10 процентов. Давай. Да там стики еще, и МК возвращается. Ну, вообще, конечно, вы стоите вдвоем против троих. Вы забираете вражеского кора в размен на суппорта. По-моему, вполне себе нормально. Ну, там, да. Так, скорее, ситуация сложилась, что неудачная драка была. Ну, уже встряли, так встряли. Надо было до конца воевать. Ничего не поделать. Можно сказать, что в центре ситуация равная. Но не забываем про убийство инвокером Лины. Это первая кровь, по-моему, была, да? Да, это раз была. Доктор Дюрекс. Так что Доктор Дюрекс тут небольшое преимущество по Нетворусу должен иметь. Буквально там на три сотки опережает Лину. Как раз это ФБ и есть. Снова отводы на нижней линии. Тут просто мясо какое-то происходит. Вот когда они блокируются отводы, часто такое можно наблюдать. Идет война нейтралов, основных крипов, героев. Кстати, Скаймак подошел. Неплохо размял Тимса. Да, Скаймак не стесняется. Роумит, Санстрайк не попадает. Тимс здесь прячется за елочкой, отхиливается. Ему сбивают фласку. Очень неплохо пока действует Скаймак. Правда, он сейчас может погибнуть. Да, его подтягивает Магнус. Но Ферри Фаер живет. Сплинтер Бласт все еще живет. Сикрит нажимает стики. Ну, наглец. Ну, конечно, на тоненького здесь все. И Скаймак, похоже, не уйдет. Пытается Тимса разменять. Ай-яй-яй-яй, одного ударчика не хватило. Вот план был хорош, потому что нужно было все равно умирать, ресурсы восполнять. И если бы убил Тимса, было бы хорошо. Разменялся, восполнен ресурсы и вернулся. Сверху нападение на Лича и без шансов здесь. Банша, Чернила. Банша воет со своими башами и никуда Лич не уходит. Некоторый риск сейчас был. Тем временем Лина погибает на центральной линии. Посмотрите, что делает Скаймак. Скаймак просто тащит эту игру. Он пришел в мид, забрал ФБ. Он пришел наверх, помог разменяться. Он пришел вниз. Опять пришел в мид. Это очень хорошие и важные фраги для инвокера. Так ведь должно быть, наверное, когда у тебя МС без ботинка 332. Вот сейчас очень важно. Если сейчас он еще раз убьет Лину, она без ТПшки будет. Смотрим. Ах, тут уже Армел понял, что к чему. И причем у инвокера маны совсем немного остается. Вот важно понимать, что против Лича воет тоже неплохо. У него ведь пассивка магический урон наносит. Баш. Скаймак тут, похоже, не уйдет. Пытается снова выйти в размен. Погибает, правда, Гэби в это время. Да, и опять Скаймак отлично отыграл. Он стягивает двух суппортов в мид. Погибает, но при этом команда разменивает вражеского кэри. По баунти-рунам сейчас. И еще и за счет этого баунти-руны забирают верхние. То есть 3-1. Просто Скаймак за первые 5 минут игры сделал больше, чем кто бы то ни было на этой карте. Да, пока выбор работает на 100%. Это факт. Да и я думаю, что, знаешь, это даже не в герое дело, а в том, как он передвигается. Я думаю, что можно много героев найти, на которых он смог бы сделать что-то подобное. Нападение на МК. В очередной раз. Сейчас будет стан. Джингумастер работает. Санстрайк. Отличная палка от Гэби. Забирает бандла Страйк и Мвойда. Немножко не хватило здесь. Да, зарядился. Скаймага не хватило. Так, а тем временем выход на центральную линию. Конкассив шот, Вармелла, Сайланс, Коллснеп. Санстрайка нет, но урона хватает. Это уже третья смерть для лины. При этом ведь не часто качают Ancient Seal. Вообще не часто. На четверке даже играя, Макс от Конкассив, помнишь, была вообще мета там 2-3 брали постоянно на пятом уровне на Скаймаге. Сейчас мы видим Ancient Seal ранний. В принципе, интересное решение для повышения урона. У тебя есть сочетание с Гримстроком, как раз с Пассивой Войда, там с Инвокером. Маломальски сочетается этот Ancient Seal. Как раз не только ввиду Сайланса, но и ввиду буста урона на 30% дополнительно. Верхняя линия, посмотри, он уже там этот Скаймаг и разрабатывает. Да. Манки Кинга. Разрабатывает Манки Кинга. Гэбби еще раз погибает. Очень много смертей на корах, конечно. Да, можно говорить о том, что эти фраги на начальной минуте не так много дают. Но, как мне кажется, здесь в принципе пик у вьетнамцев на игру вторым номером. И то, что они вначале вот так вот забирают фраги, помогает им набрать артефакты, а потом уже против них будет играть очень тяжело. Все-таки Войс Хроносфера, Инвокер, Магнус. Вообще очень решает. Вряд ли справится. Да, вообще очень решает, потому что не только это убийство, но еще и время какое-то пофармить спокойно, без какого-либо давления на тебя. Стоишь себе, бьешь крипов, нормально. Причем убили МК, а он вообще на нижнюю линию отправился. То есть для Войда руки развязаны будут. Ну и пощекотать нервишки сопернику и самому почувствовать уверенность. Все-таки Тин Си-то понимает, что они фавориты, а вот тут вот приходят вьетнамцы и просто начинают вас катать. Ой, я столько уже видел даже на этом патче игр. Снизу нападение на Манки Кинга, стомп криво. И вверху тоже драка идет. Винтер Виверна пострадала, Винтер Виверна забирают. Санстрайк даже не потребовался. У нас две драки параллельно, поэтому можно стомпид назвать эффективным очень в этом моменте. Мы могли забрать МК, если бы попал хувстомпом. Ну, на самом деле, сверху забрали, снизу напрягли. Там, в общем-то, Манки Кинг стоит, боится. Вот немного, конечно, за хувстомп обидно. Мне сейчас я поиграл на Кентавре немало. Мне этот герой нравился всегда. Вот хувстомп сейчас слабоват. На верхней линии у нас арпи. О, Войду. О, подтягивают ночи. Какая ошибка. Очень плохо тут они все понажимали. Во-первых, и пока арпи действовала, Синистер Гейс выбросил лич. То есть такой не чейн стан получился, а стан в стан. Что обычно плохо заканчивается. И еще одно убийство для инвокера. И вновь выход от Скаймага в два конкасив. Замедление заставляет уже 35%. И урон повышается в два раза. Ку-ку гибнет. Да что происходит? Посмотри. Просто разбираются вьетнамцы своими оппонентами везде. Вообще на каждой из линий. Да, какая-то... Какой-то хаос вообще происходит здесь. Добить крипа ранжевого давал 458. Хочу на Нетворце переключиться, посмотреть вот какой импакт. 4300 инвокер против 2500 лины. Так и посмотри, куда ускакал Воид. У него тоже ситуация была. Он где-то на четвертом, пятом месте плелся. А сейчас мы видим топ-2 уже. Несколько убийств его, несколько ассистов. И свободный фарм, который он получил после этих убийств и ассистов. Великолепный старт для вьетнамской команды. Великолепнейший. Так, вниз приходит Скаймак. Главное здесь самим не напасть на этого Кентавра, потому что кончиться может очень плохо. Скаймак очень аккуратно играет. Нет никакого варда. Хотя еще даже проверяет вот сейчас Скаймак, есть ли какой-то вард. Видит, что ничего нет. Кентавра оставляет. Сам отходит. Поставил лобс. Возвращается. Вообще интересно, но варды поставлены у ТНС все около верхней и центральной линии. Внизу и правда контроль нет. На Скайрос Мейджа. Но, честно говоря, забрать здесь будет очень тяжело Скаймага. Санстрайк. Фраг для инвокера. Ну и Скаймаг отступит. Хотя, Манкикинг. Хорошо, хорошо МК разыграл. Здесь надо мансить. Ах, не до мансил. Но хорошо было. Хорошо было. Попытка нормального Скаймага. Он понимал, что у него была скорость. Сверху Воид получает лагуну и успевает использовать таймволк. В последний момент буквально на 50 хитпоинтах. Ох, для Армейла это был очень важный выход. Ему нужно было возвращаться в игру. У него серьезные трудности. Он проигрывает инвокеру почти в два раза. Ему нужно было реализовывать этот выход. Но не срослось. Ку-ку подтягивает к себе сила. Примстока могут быть неприятности. Сулбайнд. Ой, какая хроносфера. И Санстрайк сразу пошел по линии. Лину нужно забирать первой. Инкшвел успевает засейвить Лину, отвести Воида. Лина получает бласт под дизармом. Армейл погибает. Остается Магнус. Он под Сайленсом. Он не может никуда укатиться. Сайленс заканчивается. Инкшвел будет еще раз. Да, еще одна баньша. И башек вылетает. В итоге Ред забирает фраг. Вау, вот это жесть. Да, Фантом Сэмбрейс был и все отлично там сработало. Но вообще видно было, что не очень эффективно использовал свой Stroke of Fate. Гримсток в последнем моменте не стал добивать Лину. Почему-то Санстрайк очередной. Так на проверочку центральной линии. Кто там спрятался в лесу. А там никого. Так вот, к Кентавру немножечко вернемся. Я вообще рассчитывал, что на Кентавре перестанут качать Хувстомб. Ну то есть в один возьмут его и оставят. Рассчитывал, что будут брать Дабл Эдж и Ретелиейт. Вроде как грамотно. Здесь мы видим, что Хувстомб берут в два. Вообще билд такой интересный. Два, два, три. Даже не Дабл Эдж максится, а максится Ретелиейт. При том, что у Дабл Эджа, не забывай, магический урон. И как раз против всех этих подсейвов Лича и Винтер Виверны работает поинтереснее, наверное, Дабл Эдж. Но так как он играет со стартовым даггером. Пускай сейчас могут быть проблемы у Гэбби. Заберут. Конкассив. Фантом Эмбрейс. И с Санстрайка инвокера оставляют. И заметил, да, они постоянно оставляют инвокеру. Вот уже который раз такая ситуация. А он еще и с Мидасом. Он такой жадный. У него так много. У него 6.01. Посмотри, после Мидаса у него 1700 уже. Очень быстрый агоним будет. Непонятно, что с этим инвокером вообще. Верхняя линия. Ультимейт от Виверны по Фейслес Войду. Ну так, создает момент для Лины, я бы сказал. Хватит ли урона, нет? Да что это такое? Он нажал стики и ушел. Вот это провал. Ну пока это просто в одну калитку все идет. Ну я бы сказал, пока вот стиль игры команды TNC, дно осталось сверху или как-то так. Потому что ну просто эту команду не узнать, у них ничего не получается. Мне кажется, Вов, честно тебе скажу, что это беда саппортов. Вот эта пара Винтера и Виверна лично, ну это какая-то странная пара. Ну Виверна, да, и в общем-то и здесь и лично работает Виверна. Гримстрок гоняет Виверну, посмотри, просто издевается над ней. Тем временем гибнет Армел. И я так понимаю, что это Хрона. Нет, даже без Хрона было. 4 секунды до хроносферы. Это 0.6. Это 0.6 от Армелла. Я даже не успеваю, если честно, следить за всеми его смертями. Он настолько внезапно погибает. А уже каталово пошло. Уже я вообще потерял нить игры. Просто бегают вьетнамцы и насилуют TNC по всей карте. Просто вот лич, если уж говорить об этом герое, то он не хорош сам по себе. Он хорош с каким-нибудь там брюмастером, на которого кинул броню, побежал. С брестелбэком, там не знаю, с кем угодно. С абадоном. Вот это просто ужасная такая связка. А здесь на кого? Что? С кем? Ну, может быть, Манки Кинг, но это не такой хороший вариант, потому что Манки Кинг сам разваливается в мидгейме от магии. Да и вначале он не то чтобы там сильно бежит, быкует. Пытались это провернуть, но Войт два или три раза забрал Манки Кинга. Я предлагаю тебе вернуться к нашей дискуссии, когда мы обсуждали как раз первый пик Лича. Все-таки Лич, вот он уязвим, как и Виверна от магии. Не сам герой, а тот, кого он спасает. И посмотри, какой баланс у вьетнамской команды по магии. Кроносферу Виверну. И Санстрайк, и Виверна гибнет. Не стесняется, но как бы да, нормально. Вот ты открываешься Личом, а враг набирает магии немало. И что ты Личом этим сделаешь? Даже на старте видно, что его скилл, который он максит Фрошшилд, он не так эффективен теперь. То есть ты максишь скилл, который должен тебя спасать от урона. Но магия тебя просто уничтожает. Манки Кинг ставит свою поляну, но Кентавр выбегает. Нет, ну это просто уже даже, по-моему, не пытаются делать все как нужно. ТНС какая-то такая абы как поляна поставлена. Слушай, ну по башке им дало, конечно, по халам так серьезно. Поэтому, наверное, и не получается. Ручки-то немного не слушаются. Да и нервишки шалят, это видно. При том, что ТНС является, очевидно, более опытной командой. Ребята только приехали из Куалумпур Мейджора, если что. И вроде как... Знаешь, я последний раз эту фразу говорю в каком-то таком трагическом, не знаю, с трагическим настроем. Там Гамбит приехали. Ребята только приехали из Куалумпур Мейджора. А им уже навешивают квалификацию. Да, но Гамбит какое место заняли? А вот ТНС пятое-шеестое, если что. Ну да, согласен. Так что тут дело такое. Причем, самое забавное, что ТНС ведь еще... Они могли быть на ESL Гамбурге, но они не поехали в игры квалификации, чтобы поиграть в квалификации на ВЕСК. И тоже их выиграли. Просто бомбят все квалификации сейчас. Но не эти пока. Пока не эти. Пока не эти, да. Инвокер уже почти агоним. Покупает Кларити. Кентавер Гамбурге готовит, по-моему, на Лича, если я не ошибаюсь. Но он так выжидает аккуратненько с даггером. Под Сенстрайк тоже сетап есть. Сейчас самый важный момент. А у него на стак и на 13 стак. Вот смотри. Ай-яй-яй-яй. Ну, Кентавер, конечно, плохо играет. Вот он второй раз уже что-то исполняет. Баунти руны. Кто заберет больше баунти рун? Это сейчас решит все. Слушай, а тут можно Гримстрока-то убить ведь. Он руну забирает из-под моста. Ну, это жесть. Он просто забирает руну, успевает повесить Солбайнд. Но нет хроносферы. Подходит Скайрос Мейдж, закидывает конкассив. Это очень хороший размен в любом случае для Гримстрока, потому что баунти руны это довольно много. Снизу баунти руны забирают 496-й вместе с Сикретом. И у Инвокера сейчас будет готов агоним. Все, это готовый агоним. На 15-20 у него агоним, Медас, 2 антелисмана, грейжный стик, сапог. Смотри, даггер появляется у Магнуса. Хорошо, есть камбэк-механика, безусловно, у ТНС. У них есть ультимейт Магнуса, ультимейт МК. Ну, короче, все ультимейты на героях есть, которые важные, сильные. И появляется даггер у Магнуса для лучшей контратаки. Поэтому шанс всегда с такими пиками есть. Выиграть драку, где-то перевернуть игру можно. Но сложно. И чем дальше, тем сложнее. Потому что враг не дремлет, враг качается, пока ты спишь. Редкорги выходят на мид. Здесь только Виверна. Идут дальше, снизу лич. Никого из коров не видно. Идут. Хотят кого-то из кор героев забрать. Это под пуш центральной вышки будет все сделано. И кто там придет защищаться, сразу его убьют. Причем даже вард не ставят за вышку. Хотя могли бы. У Гримстрока вард есть. Так часто делают. Они в лес поставили. Они в лес поставили, да. Но часто делают между Т1 и Т2. Подняли, кстати, в интервью Виверну. Кентавр продолжает. Синстрайк. Засветули. Да, Виверна уже минус. Перетягивается Гэби. Гэби будет нападать на Кентавра. Кентавра вывезли. Станом не попадают. Хроносфера. Солбайн. Подвоим и Метеора. Доктор Дюрекса. Он просто порвал команду ТНС. Проходит по Армеллу. Ой, никуда ты не уйдешь. Это вынос. Это просто вынос. Отдали этого Кентавра, который, знаешь, играет, по-моему, хуже всех в команде. Причем это мне напоминает какую-то команду из Квалпака, в которой 4 очень крутых игрока и Кентавр, там, герой 2. Так ему, на самом деле, он свое дело сделал. А что ему? Он себе нарывался. Да, я согласен. Он, в общем, втанковал. Он мясной, короче. Он мясной. Он не то чтобы, знаешь, прям хуже всех играет. Его задача здесь мясом быть. Вот он пушечный мясом. Он врывается, нажал оглушение в одного. Уже хорошо. Победа. Вот подловил он эту Виверну после торнадо. И нормально. Виверну убили. Хроносферу поставили. Про каст, инвокеры дали. Задача выполнена, в общем. И это главное. Как бы он там ни играл, задача он справился со своей. Именно в этом моменте. Это главное. И, что интересно, ведь снова увеличивается преимущество. Что с этим делать, непонятно. И Магнус не реализовал РП сейчас. Пытается с РП подраться. Именно в этот момент. Идут с Маке. По длину, которая подпушивает линию. Конкасив. Уже спалились. Скаймак уходит. Кентавр, как ты говоришь, свое дело делает. Ну, сейчас, может быть, Скаймака заберут. Но это вообще не тут фраг за... А, еще и не факт, что заберут. Ну, заберут. Подъехал. Подъехал на такси, добил. Тем временем, Гримстрок в Инвизе. Его видели на центральной линии. Поэтому Виверна отсюда уходит. Слушай, ну как-то не особо Тимс уходит. Решил еще отпушить линию. Неосторожно играет Тимс. Получает он Сайленс. С Дилейшн. Ну, тут заиграли Солбайнд. РП на суппорты, но хотя бы на кого-то. И стилы увозят, стилы забирают. Гэби немножко заиграли здесь. Двух суппортов отдают. Но это довольно много, учитывая, что у них преимущество по золоту. И Тинси даже такому рады, потому что у них не получается вообще ничего. Вообще, наверное, сейчас хорошим решением для 4996 было бы собраться и пойти снова в атаку. Причем пушить, неважно. Рошана забирать, что угодно. Нет у противника РП. Ключевая способность у Тинси одна ИС. Она отсутствует. У других, правда, ульты есть. Поэтому может побояться. Нет, ну вообще, конечно, я смотрю, этот инвокер, он играет из какого-то позапрошлого патча. Мидас, Трвела, Аганим. Как это вообще? Ни за что бы не поверил, что в этом патче, вот сейчас на квалах первая игра у нас будет такой инвокер. А у него фарм вот такой был, что можно себе позволить так играть. На 20-й у него все это уже есть. И еще сверху там тысячи золота. Это очень много. 9-0-3, 11 тысяч нетверсов. Там что-то на верхней линии вроде как планируется. Ку-ку, подвозит Скаймага, просто ультит Лина. И ты еще убийства. И ты верно подметил, что так как преимущество по золоту именно у вьетнамцев, то вот так подфиживать даже саппортом не следует. Ну так, 600. Немало капает золота за эти убийства. И очень неплохо сейчас ТНС обороняются. Но они, наверное, команда, которая делает это, ну не сказать, что лучше всех, но хорошо. Нападение на Гремстрока. Он не успевает выйти из поляны, выходит, но Гэби его забирает. Да, странная игра. Вот раз суппорт, два суппорт, еще суппорт, еще суппорт. Не могут. Такое ощущение, что 496-е как-то взломать оборону. А вы знаешь, в чем дело на самом-то деле? Фишка в том, что они пытаются поставить варды. То забегает Скаймак, пытается пофармить его поставить варды. Ну вот, наконец-то. Наконец-то. Есть ответочка. Да, тут уже минус лидж точно будет. Баунти руну. Кентавр забирает. Это три баунти руны. Войт ставит отличную хроносферу. По двум героям. Лину не закрывают. Магнус отвозит. Неплохо, но получает стан. Опять на секунду. Юл. Юл от Лины. Стан. Великолепная игра от Армелла на этот раз. Даже не потребовалась Аверс Полярити. Инвокер не успел сюда подойти. У него так все уже накастовано. На болтун метеорит. Они просто дерутся постоянно под виженом противником. Вот нажми вижен со стороны ТНС. Это уже вард упал, который был под Рошаном. А так-то на самом деле у них вообще нет контроля карты. При том, что они доминировали. Они вардами себя обеспечить не сумели. И вот такие варды они хотят поставить сейчас, чтобы иметь вижен под драку около Рошана, под пуш линий. Но они не могут, потому что они приходят по одному под варды противника. Чтобы поставить свои варды, надо собрать вместе. Собраться вместе, нажать смоук, сделать ганг, убить героев, поставить варды. Либо просто нажать смоук вместе и пойти ставить варды вместе. Тогда это работает. Вот тут уже начинает проявляться фактор команды не самой опытной, наверное, вьетнамцев. Потому что видно, что игра на старте выиграна. И перед ходом в мидгейм уже мы видим определенные трудности. Ну, вообще, конечно, сейчас так легко все это снимается, этот весь вижен, за счет огромного обзора сентри вардов. Просто посмотри, вот стоит сентри, он видит практически все это плато, все ключевые точки. Вообще, сентрики жестко поднимают несколько патчей. Помним, когда их сделали 6 минут. Теперь вот еще поднимем. Выход на Кентавра, просто увозят его. Кентавр пытается убежать, но его поднимают в юл. Кентавр здесь уже точно погибнет. Да, фит по одному. Это сумасшествие началось. Это недопустимо, это просто недопустимо. Фит по одному, это то, чего не должно быть в этом патче. Но мы видим, мы видим это. При том, что у них есть обжективы. Они могут забирать Тир-1 вверху. У них был Рошан, у них были Тир-2 выше. Просто в пятером. Да, и как-то вот отпускают сейчас ТНС, преимущество сокращается на глазах у нас. Преимущество уже на сколько там, на 4 тысячи почти уменьшилось. Если была почти десятка в какой-то момент, да, то теперь остается 5. И ведь пик-то у ТНС хороший, тут из кор-героев все сильно, комбинации есть. То есть на любой стадии этот пик может воевать. Не то, чтобы у вас был лейтгейм намного сильнее, чем у противника. Мне лейтгейм вьетнамцев нравится побольше. Да, 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 он чуточку сильнее кажется, но на деле вот благодаря этой комбинации ТНС и паэтет будут выдерживать. Можно поставить неудачную хроносферу и все, и это уже комбинации не смотрятся. Воид уходит с таймволка, уходит в шадоу-блейд, делает себе блэкинг-бар. Ну вот возможно следует дождаться БКБ на Воиде и, наверное, на инвокере тоже. Я думаю, что инвокеру следует блэкинг-бар тоже сейчас покупить. Ну, посмотрим. Какой он сплитер, конечно. Плохо исполняет, поэтому должен понимать, что ему нужно сейчас. Подпушил линию и сюда должен идти выход, но смоков нет, просто идут пешком. Интересный билд от Sky Maga. Вообще, эта идея не лучшая сейчас туда идти, потому что сам инвокер-то улетел. То есть линия подпушена, но инвокер покинул линию. Это next level play, то есть он покинул, и поэтому такой неожиданный выход. Они снова по вардам бегают противника. Вот они пробежались, там опс стоял сверху. Они подход видели. Раз, два, три апса здесь. Снова видят на варде. Причем какие позиции интересные таких вардов еще. Ну, новый патч, прикольно понаблюдать эти варды. В пабах, конечно, сложно тренироваться с вардами, потому что саппорты как попало их ставят часто там. Но тут прям хорошо. Видно, что какие-то позиции интересные. Как же тяжко дефить эту вышку. И бежит сюда инвокер. Не знаю, по-моему, ТНС не стоит этим заниматься. Кентавр прыгает. Не успевает дать станет под трем героем, хотя был очень близко. Винтерскерс на Гримстрок. И Гримстрок соулбайн скастовал. Не хочется подходить к Виверне. Кентавра закроют. Кентавра должны разбирать здесь Гримстрок. Виверну заберут в ответ. Да, пока один в один размин. Но позиция у ТНС очень неприятная. Они зажаты. Просто поджаты к краю карты. Нужно выбираться отсюда. Могут сейчас забрать Гримстрок. Забирают Гримстрок. Хроносфера на Магнуса. У Магнуса все еще есть РП. Но он его не даст в этой драке. Очередной фраг для инвокера. Воет. Стоит в стане. Использует таймволк. Уходит. Айсволл от инвокера. Скайрос мейдж прячется в кустах. Но получается стан. И размин получается 3 в 2. Но байбекалась Винтер Виверна. Хотя позиция, конечно, была у ТНС. Но просто ужасная. И вот в этом уголке им даже некуда было отступить, если бы Воет побежал на них ставить хрона. Но вот как раз проблема была в том, что Воет и инвокер, они далеко были в момент атаки. Их 3 героя атаковали. Они хотели как разыграть? Дать санстрайк под врыв кентавра. Санстрайк был такой больше для разведки. Кентавр видит, что санстрайк там показывает 2 героев. Я ворвусь, нажму стан. Сейчас мы их разорвем. Но в это время, что инвокер, что Воет были очень далеко к этой драке, у ТНС было все время на свете, чтобы убить сначала одного героя кентавра, который врывался, потом занять позицию повыгоднее, еще и контратаковать хорошо. При этом даже арпи не нажимали. Вот в чем дело. И сейчас можно пойти снова с этим магнусом и подраться. Смело причем. У врага-то хроносферы нет. Да, БКБ от инвокера, но у него вообще нет маны. Баунти руны на этот раз 2-2. Не торопятся, ТНС тоже не особо хотят. Грейвзы на магнусе, боттл, два кларити. Маны ему как не хватало раньше, так не хватает и сейчас, поэтому приходится покупать все, что только можно. 5-7 лина. Напомню, что было 0-6 у Армела. Угу, такой камбэк состоялся. Ну вот у инвокера 10-0-4. Инвокер пока не ошибался. Я думаю, что если инвокера заберут, там такой стрик с него сорвут, что по XP, по золоту моментально догонят. И он делает шиву, чтобы быть попрочнее и от физических атак в том числе. Лакрити. Да, ну и с Блокингбаром, естественно, играет. Тоже мы предполагали это появление. И в Войду осталось БКБ дофармить. БКБ сейчас подороже стоит. Смок. По-моему, на Варде. Да, на Варде. Смок на Варде. И сейчас можно очень жестко подставиться. Вообще на Рошана надо заходить, наверное, и не мучиться. Вот именно время не терять, заходить на Рошана. Заходят. Тогда есть шанс, знаешь, на неожиданности взять. Но, по-моему, ТНС к этому готовы. Да, тут Вар, тут шикарная подготовка от ТНС. Два фаржа заходят, они это видят. А Хрона уже есть. Хорошо, Хрона есть. Хрона есть, видят Магнуса. Ну, вот это, конечно, психопат. Это прыжок вверх, знаешь, вот это было. Ты мне доверяешь? Да. Пойдем, я на Варпи. ТНС просто были настолько уверены, что там враг бьет Рошана, что решил сыграть вот так вот. При этом Варпи-то, естественно, видели благодаря фаржам. И могут сами попробовать еще раз вылазку организовать. Но расходятся. Расходятся. Инвокер вниз прилетел. Сейчас он стянет сюда врагов. Вот так вот Алакрити на кату. Как-то его товарищи по команде, знаешь, не особо кучкуются пока, я смотрю. Они так разбрелись. Войт пошел на базу за БКБ, потому что Курьер летает. Кто забрал Курьера? Да, это извечная проблема. Не знаю, как у команд, но... Опять Кларити. Опять восстановил всю ману, опять побежал. Но что, будет еще один смок, попытка выйти, все-таки РП-то нет. Вот Магнус довольно интересный такой молодой человек. Он, с одной стороны, РП экономит в драке, там пытается с Кьюером кого-то сначала отвезти, а с другой стороны дает вот такой вот РП просто в Рошпит, не видя ничего. Так, ну и что? Еще раз выход. До баунти рун еще очень долго, поэтому никакого катализатора драки нет. А, Сулбайнд, Налича и Лип. Мы просто разобрались с ним очень быстро. Вот я немного удивлен вообще Гардиан Грифс от Магнуса. Честно, мне больше БКБ здесь нравилось бы. Тратит он золота немало на Грифсы, да БКБ уже, может быть, и добрался бы. Ну, мана нужна. Типа сначала Арканы. Ну, дело в том, что можно оставить Арканы и просто купить БКБ. Тут все-таки Сайлент не только у Скаймага, но еще и у того же Гримстроука с Фантомс Эмбрейс. И ты ничего не сделаешь. Решают подпушить кривостоящую вышку. Ну, плюс стан Кентавра. Контроля, в общем, очень много неприятного. Другое дело, что имеется и Хроносфера. Как бы это тоже немного портит. Это вообще, наверное, для Магнуса главная проблема, что всегда есть Хроны, даже там, если ты дашь... Им надо выжидать, знаешь. Вот нет такого героя, который постоит и потанчит, чтобы он выжидал. У них нет, в отличие от 496, нет второго инициатора. Тут как? Идет Кентавр, а Войт ждет. Можно сразу не прыгать. То есть есть первый инициатор. А у ТНС один инициатор, это Магнус. Если он налажал, то уж извините. Сложно будет перевернуть драку. Мне кажется, ждут вьетнамцы инвокера с катаклизмом, потому что под Хроносферу это очень грозное оружие. Да, это красота будет вообще. И уже практически 20 уровня инвокера. У него по XP все замечательно. Правда, Лина не отстает. Удивительно, на самом деле, по такому началу. Лина быстро фармит. Такой приятный герой, когда даже ты просел на старте, можно и леса фармить, и линии ты быстро отпушиваешь. Даже инвокер с его хорошим стартом, он не всегда может соревноваться с тобой по скорости фарма. Но в данном случае, конечно, благодаря Медасу, благодаря такому хорошему старту. Старт собьет ТБ. Собьет ТБ, пардон. В интервью верно. Глиммер, но из ПД Свола знает, что торопится очень сильно. Пошла, вода горячая. Тевтель судьбы. Полетел. Ну, инвиз не контрится, когда у тебя ничего нет. Но тоже таскать сейчас на инвокере даст. Не всегда получится. Кислоты заняты, появляется шива. Но вообще вместо стиков можно класть. Иногда в таких ситуациях может быть полезно. Может быть и прикупит себе даст на всякий пожарный для таких ситуаций. Тридцатая минута. Вот-вот. И нужно думать о баунтирунах. Прямо сейчас начинать уже. Теряем время. Кентавр просто на амиде отдался. За ним наблюдаются такие вещи. Он уже второй раз погибает в центре. Примерно в такой же позиции. Это было буквально минут семь назад. Но кентавр невыгодно выделяется среди своих тиммейтов. Прям особенно. Он не осторожен, скажем так. Он как будто не рассчитывает всегда, где бы ему фармить, где бы ему находиться. Так-то он вроде по игре не так плохо в своих решениях. Там где-то пойти под ганги. Под ганги он хорош. А именно в решениях по фарму у него проблемы. Это наблюдается. Потому что он часто так отдается. Приходится, кстати, ему выкупиться, чтобы враг не надумал пойти на Рошана. Честно говоря, странный отрезок какой-то. Какой-то катаклизм. Хотя понятно, что ТРС на верхних баунтирунах. И прям видели, как туда уходят. Нижние только сейчас забирают. Катаклизма нет. Хроносфера есть. Ну, в общем, типичная дота юго-восточная. 30 минут уже идет игра. С ума сойти. Какая-то абсолютная анархия наступила в игре. Я не знаю, ну... Все по каким-то своим сценариям. Абсолютно невнятным. Абсолютно необъяснимым. Действительно, целостность игры пропала чуть-чуть. И одни, и другие побаиваются драться. Это видно. И одни, и другие пытаются отпушить линии по максимуму. Но... Рошан стоит и ждет своей участи. Ну, вот это момент, почему... Кангам нижнюю линию, посмотри. Смотрим тут. Ну, Виверна только одна. И вышка падает. Виверна приплыла, по-моему. Ох, как там урона много-то. Да, уже кентавр раскачался. Вообще, вот эта вот пассивность, вот это вот какая-то хаос в мидгейме, это то, почему TNC именно топ-5-6 там, а не выше на мейджоре. Потому что вот каждый раз я вижу, как они проигрывают игры вот именно вот так вот. Потому что в мидгейме просто безидейное метание относительно команд из Европы, относительно тех же там ВП из СНГ, которые за это наказывают моментально. И это очень слабая черта вообще всей Юго-Восточной Азии. Что-то из серии. Вначале мы на линиях постоим, нам скиллуха позволяет. В лейтгейме играем хорошо с артефактами уже. Но вот что делать в мидгейме, куда выходить? Это, кстати, причина, по которой вообще Ninja Boogie был приглашен. Одна из главных причин, пожалуй, то, что нужен был капитан. В прошлом сезоне капитанил Ку-Ку немало. И действительно, видно было, что Ку-Ку проседает в этом аспекте. И нужен был капитан. Подловили Манки Кинга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гэби взорван был катаклизмом. Ультича, правда, летает. Очень мешает. Инвокер. А БКБ в кулдауне. Да, но, кажется, выживает Инвокер. Уходит на лоу-КП. Лина не попадает, но Юл. Юл должны добивать Инвокера. Инвокера Манки Кинг забирает после байбека. Получает очень много золота. Инвокера есть выкуп. Винтерскерс по Воиду. Воид получает станчик. Еще нужно забирать Воида здесь. Да, забирают Воида. Байбека, это Инвокер. Но все преимущество слили сейчас вьетнамцы. И, кажется, это фиаско. Погибает еще один Инвокер. Может быть, сделает какое-то чудо. Хорошо. А, и БКБ ОГ бесозрело. И минус сил. Магнус успевает отвезти Воида. Какая ошибка от Воида. Он после байбека. Он ловит стан. Поляну МК его забирают. Просто ужасная игра от вьетнамской команды в этом отрезке. Они отдают Инвокеру, у которого БКБ на кулдауне было. Они на байбеках погибают. Отдают сейчас Рошану. Ну и это именно та точка, где мы видим, что ТНС не собирается отпускать даже первую игру. Был яркий пример, что хроносфера в одного героя уже не работает. Надо все-таки парочку ловить, пытаться давать прокаст Инвокера. Надо комбинировать свои способности. Вот убили не этого МК, моментально выкуп и контратака. То есть ультимейта Воида в одного героя явно не хватает. Тем более героя с выкупом. Надо стараться все-таки... Ну, либо хватает, если Кентавр идеально войдет после него и убьет тылы. Ну, как убьет? Инициирует атаку на тылы. Кентавр вообще ничего не сделал. Он ворвался в того же Манки Кинга, тоже его там подстанет. И в итоге все преимущество, которое было слито, теперь уже... И вообще, вообще в идеале надо Кентавру прыгать первым, а Воиду как раз прикрывать тылы. Не свои, а противника как раз. Прыгать в тыл, давать хроносферу и останавливать контратаку. Вот прыгни, например, этот же Кентавр в МК, а Воид дальше на Виверну, на Лича, туда прокастик инвокера. Даже катаклизм. Не прокаст, просто катаклизм. И дело в шляпе, на самом деле. Доктор Дюрес прикрывает тылы команды 496, но... Хорошо, хоть он не погиб, знаешь, после выкупа. Хорошо, хоть он не погиб. Он сделал главное. Он отдал стрик, плюс экспа, плюс золото. Ну, все, преимущество уже на стороне ТНС, и гида у них дела... Средним образом идут сейчас. Да, конечно. А вот знаешь, я... А так все начиналось. Я мнение такого придерживаюсь и разделяю. У многих коллег тоже такое мнение имеется, что чем команда неопытней, тем ей сложнее с течением времени. То есть, например, мы линии играем хорошо, мидгейм кое-как, и ближе к лидгейму у нас начинается вообще какая-то катавасия. Мы не знаем, что происходит, мы не знаем, как вести себя правильно, и теряемся. Да, это очень часто, это реально проблема тир-2, тир-3 команд большая. У ТНС все-таки опыта побольше, и они даже проиграв так сильно старт, чувствуют себя более-менее уверенно в этой игре. Я не знаю, вьетнамцы должны были... По логике вещей, с таким началом эта игра должна была закончиться за 20 минут, а не за 25, потому что нужно было идти и сносить все товара, которые сейчас вообще очень-очень клипкие. Но вместо этого, что мы увидели? Мы увидели беготню, фит с упортами, потом какая-то неуверенность. Ну, видимо, да. Видимо, здесь ты прав с этой неопытностью. Нападение кентавра, очередной стан в землю. Да, герой верно появляется. Все проще и проще играть становится. Да, ТНС как только получает преимущество. Вот теперь мы смотрим, как игра бы развивалась, если преимущество было на стороне ТНС. Моментально собираются, начинают ломать ТВРА. Попытка зайти на хайграунд видит, что там соперник не идут, потому что на хайграунд заходить, ну, все-таки нужно аккуратно, особенно против такого пика. Заняли вот эту горку, стоят на них, смотрят. Может быть, кто-то выйдет, кого-то могут поймать и закончить игру. Но никто не выходит. Ну и ладно, там лич отпушивает линию. Пойдем на Тир-2 в миде или куда-нибудь еще перегруппируемся. Пока еще ждут. Можно еще раз вернуть соперника. на базу. Вард хороший стоит сейчас. Ну что, атаковать собираются Дайер? Воид реген. Шадоу Блейда нет. Да и на самом деле, если бы даже был не на кулдауне, заходить сюда опасно. Пошел катаклизм. Манки Кинг уходит. Кстати, его контролят пока что. Может, БКБ его найдет прожать. Он не жмет, зная, что и гида есть. В принципе, всегда можно отдать жизнь, а потом БКБ после смерти нажать уже после появления. Лина через Аганим играет. Так что надо быть осторожнее вот этим БКБ героям. Не так беспечно себя чувствовать. Тинси засиделись, по-моему, на этой горке. Очень долго они сидят здесь, выжидают чего-то. Ну, они как будто разводят оппонента, знаешь, мол, идти убивать... Поймали Войдом. Синистер Гейс. Нужен еще станчик. Бандлэ Страйк забирают. Вот через БКБ даже Гэбби не постеснялся. Он знает, что у Войда нет байбэка, а без хроносферы зайти на хайграунд значительно легче. Попробуют. Какой-то, знаешь, проклятый мид для вьетнамцев. Просто проклятый мид. Там Кентавр дважды погибал в важных моментах игры. После такой игры вьетнамцы должны закончить Эдиквалы 0-4 и все. Потому что, ну, у них было все. Они играли против главного фаворита. Ну, или, может быть, одного из главных. Хорошо, МК забирают сразу. Армэл пытается создать момент для убийства Кентавра. Солбайнд, но, в общем-то, все равно. Там Виверна снизу. Потом разлетается. Посмотри, Аркейн Болт направо-налево от Скаймага. Да. Магнусу очень больно. Магнус может не уйти в этом моменте. Ой, хорошая палка по двум героям и Скайрос Мейдж погибает. Молодец, молодец. Каби, ну, не знаю. Вообще, красиво ТНС разыгрывают контратаки свои. Не всегда в атаке получается хорошо, но контратаки даются им на ура. Очень жестко. Еще один байбэк вынуждают соперника сделать. Знаешь, все равно расслабляться нельзя ТНС, потому что комбинация у вьетнамцев сильная. Если войд поставит качественную фоносферу, даст инвокер, прокастик, все может быть. Мучит кентавр. Вьетнамцы уже бегут, бегут куда-то, хотя нужно играть им самим так же аккуратно, потому что они только-только отбились. Хотели на отходе подловить, но не удалось, все разбежались. Ну, я думаю, что сейчас 40-ая минута, подождут баунтируны ТНС, заберут по возможности 3-4 штуки, после чего будут атаковать уже, ну, готовиться к атаке хайграунда, опять ловить какого-то воида. Ну, есть время подготовить как раз под баунтируны, сейчас вардики расставить. Целая минута еще у вьетнамской команды, как раз противник отошел на базу, закупиться, подлечиться, и вам нужно расставить варды под появление этих рун, но вардов таковых нет у Гримстрока обсерверов в инвентаре. Он поставил, оп стоит точнее в дополнительном лесу, заранее они в этом ставили, оп стоит у них под базой, и больше опсов в принципе нет сейчас в инвентарях. Я бы глянул на Аркейн Болт под Соул Байндом, то есть он выпускает 3 за раз, потому что Аганим, а тут он будет, ну, просто не, я тебе скажу, комбинация сумасшедшая, то есть расслабляться ни в коем случае нельзя, можно получить по голове легко и просто. Так, Shadow Blade у Войда, он пытается, он пытается кого-то найти, но никого не находит, пошел скан. Ну вот она, 10 секунд до баунтирун. Ну, внизу драка не предвидится, я думаю. Ну все, это 4 баунтируна сейчас. Другое дело, что никто вверху не контролит из вьетнамской команды. Раз, два, ну и после баунтирун может быть подождут Рошана, конечно, хотя до Рошана там еще одни руны можно забрать. Долго. Лич его тоже чайником фармит. Минута кулдаун, почему бы нет. Смоук. 20-й у Лича зреет. ДД оставили кому-то. Хроносфера хорошая! И катаклизм, и ультимейт с Карас Мейджа. Так, что, камбэкочная подъехала? И нет байбэха ни у одного, ни у другого. Эх, знали бы, знали бы вьетнамцы. Ну они должны идти в любом случае. Знаешь ты или нет, ты идешь. А у них нет ни Рошана, нет ничего. Ну иди ты два забирай. Им остается только просто идти в атаку. Ну да, да. Ну вообще тут нет варианта. Надо в любом случае этим пользоваться. Просто прем, забираем обжективы, забираем вышки, которые есть на карте. Все, что можем, забираем. Вообще в идеале кому-то бы топ подпушивать, и там, по-моему, инвокер уже. Там инвокер уже, да. Ну все, ему надо тоже пушить. Но он боится, он боится, что у него атака пойдет. Нет, он летит в мид. Правильно, он думал, что возможно там игроки, кто остался, Алина и компания выйдут на него в ганки. Он решил полететь в команде. Тиммейт откатился, которым он фармил на миде. Да, боятся. Пойдут на Т2 вверху. Ну правильно, на самом деле, мне кажется. Так заходить к линии на возвышенность, к виверне и к лечу. Тем более, эта вышка еще будет под фростшилдом. Ты ее будешь колотить, колотить, а толку мало. Психологически, конечно, очень важный такой переворот произошел. Так вот, вот, ни в коем случае не расслабляться. Вот эти моменты, они показывают, насколько сильная, какая даже сильная комбинация. Тут всего-то был ультимейт воида и катаклизм. Все. Ну да, ничего такого особенного. Представь, сюда еще и ультимативная Гримстрока залетает, вот этот Солбайн залетает Скаймак с его двумя ультимейтами, с сайленсами направо-налево, конкассивами. Короче, это сумасшествие будет. Поэтому стоит быть осторожнее. Конечно. Так, ну что, Тир-2 вышек нет на карте больше. Причем, смотри, там МК забросил себе какой артефакт интересный, и я убежден, что это лучшее решение сейчас. И причем не только ему это решение нужно принимать. Собирать диск в таких драках против хроносферы это артефакт идеальный. Но в таком случае для воида будет целью собрать себе нулифайр. Так, воида видит. Ульт виверная. Подходит сюда Гримстрок, пошел катаклизм, Солбайнд, успевает нажать БКБ, воет на Лину. И хрона уже есть, да? Ставится поляна. Отличный колдембрейс. Надо просто убегать отсюда. Убегать пока не поздно. Потратили все сплы одни, другие, но есть еще РП. Нужно уйти. Кстати, Хекс у Гримстрока зреет. Он по факту уже есть. Если он будет покупать его до байбека, то можно уже себе позволить. Ну, практически там плюс-минус копеечки. Ну, по-моему, он будет байбек держать. Я не думаю, что он сразу возьмет себе за 2700. Купил книгу, хочет 20-й. Слушай, как это снова, я так боюсь, когда смотрю, что вьетнамцы в центре, все, у меня начинают руки трястись. Зато у них не трясутся, они, по-моему, как нагло, как нагло. Да, это очень нагло, знают, что нет Хроносферы. Ну, можно, можно помешать, знаешь, как-то выгнать отсюда ТНС, как мне кажется. А может отдать лучше, может отдать все-таки. Отдает Рошану? Ну, может быть, и лучше отдать. Ну, знаешь, так лишний раз не рисковать. Все-таки на возвышенности вы защищаетесь легко. Даже если там у врага будет два Аегиса, это неважно. Как мне кажется, опять же. Кстати, Аганим зреет у Кентавра. Вот тоже, это еще один такой дополнительный артивак, который может изменить все в этой игре. Дополнительный демидж редакшн для команды. Это будет очень важно в драке. На 3 секунды, сколько там, точнее, 4 секунды на 40%. Это очень много. Даже подраться под ультимейт ММК можно будет. Пережить, например, там урон от ультимейта или чай. Ну, понятно, да? То есть просто половина урона срезается фактически. ДД. Надо забрать Ку-Ку, наверное. Ку-Ку боится. Боится, что это ловушка, что ли? Ну, там уже разок он забрал. А он оставит его, наверное, Манки Кингу. Он МК просто оставляет. Да-да-да-да-да-да. МК просто разок уже подобрал дабл демидж. А тут еще раз тебе насыпают. Пожалуйста, бери. А тут еще раз, да. 2000 всего-навсего за ТНС. И сейчас, через 30 секунд баунти руны, я думаю, что попытаются не отконтролить. На месте команды 496 уже неплохо было бы отправить какого-то лазутчика наверх, чтобы он забрал руны там. Они, кстати, в прошлый раз так не делали, может, в этот забьют. Ну, видимо, да. Но и ТНС как-то никого не отправляют. Или что, я не знаю. Ну, они же не видели ТНС, там забирали кем-то, не забирали. Слушай, Армел вообще интересный молодой человек, я тебе скажу. Он на 25-м взял перезарядку Dragon Slave. Я этот талант, если честно, вижу, наверное, раз третий в своей жизни вообще. Просто вопрос, что Лина с этим талантом вообще может делать. По-моему, она только кастует Dragon Slave. Пока анимация проходит, она дает еще один Dragon Slave. Да, да, да. Но дело в том, что у него все. Вот вроде как собрано на магу урон. У него там и на 20-м талант был взят на уроноспособности, и у него ей через Аганим билд идет. Возможно, кстати, под такой билд еще и какой-то догон даже взять. Но вообще, наверное, Хекс ему не помешал бы в этом контроле еще на команду. Ну и, кстати, очень хорошая игра от Войда. Он забирает баунти руны сверху. Все-таки он стал тем лазутчиком. Это не позволяет оторваться слишком сильно Тинси сейчас. Надо набрасывать, наверное, Магнусу постоянно и на Лину баф свой, потому что, я смотрю, белый урон у нее хороший, статов у нее много накапало из того, что она собирала. То есть у нее там и Шива дает хорошие статы на Инту, которая дает белый урон ей. И сейчас, просто набрасывая на нее баф Магнуса, ты можешь получить ну, солиднейший такой урон от Лины. При том, что на артефактов на урон-то многое не имеет, именно суки. Да, вспоминается мне наш утренний разговор. Влад, зачем ты сделал 12 часов на 3 best of 3? Но ведь игры за 25 минут. Так это все бред. Вот я тоже, я не понимаю, почему такой хайп сейчас этого быстрого батча, он на самом деле не особо-то и быстрый будет. Если мы придем к нормальной, какой-то стабильной мете, мне кажется, то время не будет так сейчас. Мы еще не пришли, здесь просто команда такие. Тут пока просто сумасшествие. Понимаешь, набирают пики там, я не знаю, берут какого-то Нейт Сталкера, Лича, отлетают за 15 минут и такие, ой, блин, а что патч такой быстрый? Наверное, такая Дота теперь будет. На самом деле, мне кажется, просто не устоялась еще мета. Я вот смотрел игры Spirit, где Артем ФНГ, по-моему, просто тестил героев. Он там брал в одном пике у него Магнус, Лич. Короче, он набрал все, что изменили и отлетел минут, по-моему, за 20. И ты такой думаешь, а что такая Дота быстрая? Ну, наверное, потому что действительно пока не устоялась мета, пока еще не все поняли, какие герои сильные. Ну, тут Манки Кинг, Манки Кинг Саегис. Хорошая хроносфера. Можно бить, можно бить Лину, надо ее убивать обязательно, ее спасают. Солбайнд. Солбайнд на двух персонажей. Там БКБшки. БКБшки, РП, Воид, Воид танкуют. Один за всех, но Скаймак начинает расстреливать. Пулеметчик Скайросмейдж. О, как же им больно, и Лину доберут. И ультимейт Скаймак ставит направо-налево, еще и Магнуса можно добить. Воид прыгает после выкупа, идет искать себе новые жертвы. МК разучился, да, параллельно. И 25-й у него уже. Пока только Кентавра. Кентавра даже не забирает, стоит Вайс Воле. Катаклизм. И Манки Кинга должны, должны, под Хекс забирают МК. Ай, да хороши. И Воид, посмотри, с тыла крадется. Начинает башить Винтера Иверну. Та спасает себя, но лишь ненадолго Колден Брейсом. Сайленс получает. Инвокер на стиг, еще и Лича. Вот это драка. Вот это получилось. Нет, это, конечно, имба какая-то. Когда Гримстрок дает ультимейт, заканчиваются БКБшки. Хекс по двум целям просто прилетает. И действительно, пулеметчик лучше и не скажешь, Вова, понимаешь? 9000! 9-0-9-9-9. По имя всего святого, что сейчас происходит, произошло вообще. 9000! Это не пулеметчик, он танкист какой-то. Я считаю, что после такого нужно остудить пулемет, потому что он перегрелся явно. Не, ну по скорости, конечно, пулемет, по урону больше на танк похоже. Стабильно залетает. Два байбека это еще больше разницы. Ретилеет, подрубает Кентавр, тут же на него Алакрити, ну и отходит. Два байбека есть, хотя можно еще. Он не включил Вова, он не включал его. А, почему у него руки горят? Я не обратил внимания. Возможно, он... А, я даже не знаю, но он не подрубал, не подрубал. Вот сейчас подрубил. А, это... А, нет, ну да, у него так и горели. Может, он об вышку набил опять себе все стаки? Нет, у него же кулдаун там был. Я посмотрел на него. У него же 20 секунд есть, посмотри, какой у него урон. 177 плюс 345. И по факту... Жесть. Не знаю, там просто вышка должна была бы сразу рухнуть. Там фортификация. Да, да, да. Так что, не знаю, почему у него руки горели, я что-то внимания не обратил на это. Знаешь, мы тут... У нас постоянно нас мучают наши рухабовские обсерверы тем, что они там задают какие-то нам вопросы, типа, а почему там тут не сработало? Ты приходишь домой, потом смотришь, вот у меня была игра, где почему-то Гримстрок дает ультимейт, а летит одна банша, и чайник... Я видел, да. Я видел у тебя в Твиттере, ты постил. А потом оказалось, что да, Сулбайнд не успел связать, потом с эндри не поставили. Тут... Так, Тимс. Да ладно, ничего страшного, там агоним. Он теперь может эту хроносферу просто выкидывать куда угодно. Ну, обидно. Обидно было бы Тимсу, если бы он погиб. Я просто поневоле притапливаю за андердогов. Ну, так вот получается частенько. Хай по ради, наверное, по техе для. Да нет, ну... И вот хочет. Андердоги красавцы. То есть, если бы они проиграли эту игру вот просто так безидейно, это действительно была бы супер-минус мораль. Но они, несмотря на то, что ввели так, инвокер. Инвокер забирает не баунти, дабл дэмэдж, но кентавр все... В общем, смотри, агоним появился у Войда, агоним у кентавра, и сейчас они невероятно сильны, как никогда ранее. Идут. Хроносфера через 14 секунд. А как найти урон? Как найти вот стабильность в своей команде? Кого выключить надо, чтобы урона не было? Непонятно, Войда или Скаймага? Даже не в этом дело. Им сейчас быструю драку никак не провести. То есть, бёрста уже не будет никакого здесь. И нужно как-то долго драться под МК ультимейтом, под контролем Магнуса, ульт виверны хорошо поставить. А там у врага срезание урона кентавром, там у врага хороший контроль благодаря Хексу ультимейту гримстрока. То есть, как бы БКБ вовремя нажать и пожить, и урон внести в то же время. Короче, вот сейчас, мне кажется, начинает не хватать Лины физуроном. Я вот к чему всё это вёл. Нуль вардов, кстати, у ТНС сейчас. Но они в смоке. Они в смоке, да, но вот куда идти в смоке? Они не смогли определиться. Возможно, жду, что кто-то будет центр фармить. Вот такие пинги идут. Так, Войт без байбека. Гримстрок выходит пофармить. У него, кстати, выкуп есть, ему можно. Войту нельзя. О, РП отлично. И что, Войта заберут? Или успеет выйти? Или успеет? Успевает выйти Войт бежать. Уходит отсюда. Да, уходит. Солбайнд на двух героев. Пошёл Метеорит. Кентавр прыгает. Отличный стан. Забирают Манки Кинга. Есть байбек. Лина поднимает себя в Юл. Лину также не должны прощать. Пошёл Голубь. Полетел. Спастись. Отличный Винтерскёрс. Забрали Скайрос Мейджа. Но тут Войт с хроносферой. Забирает Лину. У неё нет байбека. 125 секунд. Видит ещё и Винтер и Верна. Попытка сделать телепорт. Кентавр. 9 секунд до блинка. Не получится настичь оппонента. Вот видишь, не убили. Не убили. А вот убили бы, драка была бы выиграна 100%. Может быть, даже игра, кстати, была бы выиграна без выкупа Белл Войт. Но если вы не убиваете свою первую цель, Особенно Войт. Конечно. Дело в том, что это и есть Game Changer, как любят говорить многие. Ну, то есть, вещи, которые просто меняют ход событий в игре и ход событий в драке. Инвокер уже здесь. Он начинает подпушивать Тер-3. К слову, о таких вещах ещё и Retaliate Aura появляется сейчас. Ой, Синистер Гейс. Ну нет, Инвокера здесь просто так не взять. Слишком мало героев. Две очень битые Тер-3 вышки сверху и снизу. У них остаётся буквально по 160 хп, 150 хп. Но появляется Рошан. Кстати, довольно быстрые Рошаны, по-моему, там по... Сколько? По 8 минут каждый. Ну, почти, почти самый быстрый тайминг получился везде. Ну и что теперь? Два... Два... Я не знаю, чего. Две хроносферы, два стэмпида. Это третий Рошан. Да на самом деле, мне кажется, даже не принципиально. Можно вообще Инвокеру отдать. Тут вообще не принципиально. А как тебе два ульта Гримстроука? Тоже жёстко. Ой, Магнус. Кентавр. Кентавр неплохо сбивает блин к Магнусу, хотя РП всё ещё нет. Воид сильно просел. Воид ставит хроносферу. По двоим получилось. По двоим. По краешке Магнуса заделали. Неплохо, неплохо. И Лина всё ещё в таверне. Вчетвером здесь обороняются. Манки Кинг ставит свою поляну. Неплохо. Магнус вообще обездвижен. Он ничего не может сделать. Лича потеряли. Наконец-то Магнуса выкусили из стана. Магнус, РП по двоим, под ультимейт ММК. Вот этих двоих должны забирать. Урона очень-очень не хватает урона. Стан отличный от Кентавра. Заканчивается ультимейт Макаки. Воид просто без шансов подалакрить и уничтожает. Башек прокает. Минус Виверна. Всё. Это конечное. У них нет байбеков. Как они жили там так долго? Вот так. Вот так. Нет урона у МК. Нет урона в достаточном количестве. Не знаю. Мне кажется, всё-таки надо уже как-то линию было пересобирать свой билд. Ну, правда, не хватает. Но мы видим, они стоят просто. Он еле передвигался. У него БКБ закончилось. Он с тыла крался еле-еле. Знаешь, Бафик, я тебе могу сказать, почему линии не хватило урона. Потому что она до этого погибла и сидела в таверне очень долго. Они вчетвером там дрались. Да, дело в том, что всё равно видно, что линия, даже если бы она была бы там, ей бы не хватило. Смотрим. Минус Скаймаг. Ну, а что дальше? Солбайнд. ГГ. Пишет Габи. Просто сделал фраг Армалы. Вот это дота у нас получилась. 54 минуты. Чего там, быстрый патч? Я никогда бы не поверил, что команда из Вьетнама сначала выиграет начало, потом на минус морали после слитого преимущества уже практически проиграет игру. Казалось бы. Но взяли и... Взяли и затащили. Потому что, как ты говорил, по драфту у них всё было хорошо. Но мне просто не верило, что вот эта неопытная команда сможет выйти из такого тильта. Но они смогли. А тут эта фишка драфта. Видишь, когда у тебя есть герои как Магнус, как Войт, не знаю, как Энигма, да кого угодно можно приводить из таких подобных персонажей. Всегда есть шанс перевернуть игру, потому что вот эти ультимейты ключевые, они раскрываются в лейтгейме всё больше и больше. У тебя герои сильнее становятся контролировать, сложнее, если набираешь там, там, БКБ, Сибеллинген Сферы и так далее. Врываться в Войду было намного проще в конце, потому что он всегда знает, что Кентавр нажмёт ультимейт и что-то пойдёт не так и тоже присоединится к атаке. И я не совсем понял, что с Триной произошло в последней драке. Хрона стояла по двоим, по Магнусу и по МК. Её не было в последней драке, она в таверне была. Так а как так? Её убили до этого без байбака. Тогда почему у него драться? Здесь, в общем, в целом была тяжёлая ситуация. Я так понимаю, ТНС... Ну, хотя бы как-то, хотя бы попытаться не дать Рошана сопернику в четвером. Это было очень тяжело и мы видели, чем это закончилось. Короче, можно сказать так, что одного Кора против такого подбора героев не хватает. Была бы Лина, были бы шансы, может быть. Доктор... Мне кажется, что и Лины бы не хватило. Доктор Дюрекс 1, ТНС 0. Соло. Да. Ну, на самом деле, Доктор Дюрекс великолепно игру провёл. Доктор Дюрекс Скаймак вообще великолепно, богоподобно сыграл. У него урон. Я, кстати, сейчас посмотрю статистику. А можно статистику на экран вывести, пожалуйста, господин режиссер? Было бы очень здорово. Тут просто весьма занимательно всё будет. Урон по героям. Скаймак. 46 тысяч. Ну, практически 46 тысяч, да. Инвокер 38, второй идёт. Это больше всех, да. Ну, это в этом заслуга Гримстрока, безусловно. Он там помогал очень сильно. Само собой. Ну, давай старт вспомним хорошо. Он же тоже там нормально передвигался, хорошо всё делал. Не, красавчики на самом деле. Надо немножечко поработать всё-таки над своим мидгеймом, играть повнимательнее, наверное. Но есть над чем работать. Есть где делать выводы, есть где их брать. Но если драфти будут так же, то Тинси — это вообще не фаворит. Да, нас ждёт очень интересная вторая карта, потому что здесь, возможно, всё. Это не просто так засноуболились и передавили. Это очень хорошо переиграли. Это причём как раз переиграли в лейтгейме, получается. Потому что мидгейм они откровенно провалили. Они там бездействовали. А за бездействие наказывают. А здесь замечательно всё. Тем более бездействие против Магнуса скором, который фармит под Эмпауэром. Это всегда плохо. Отличная первая карта, отличное открытие мейджора, как мне кажется. Так бы всегда, так бы и дальше. Тогда нам не придётся скучать. 50 минут. 12 часов. Ну, хотя бы через одну. Давай так, чтобы у нас одна такая полегче, а одна такая поинтереснее была. Ладно, хорошо. Договоримся. Господа, далеко не расходитесь. У нас вторая карта начнётся совсем скоро. И мы надеемся на такую же борьбу от Тин-Си. И...